Привет друзья! У машин нет страха и эмоций, свойственных человеческой природе. Им не нужно пригибаться при взрывах и выстрелах. Боевых роботов можно смело бросать в самое пекло битвы, управляя ими и штабом. Роботизация не обошла стороной и армию России. В апреле в России начнет проходить испытания с боевой стрельбой. Новый роботизированный комплекс Штурм, созданный на базе танка Т-72. Машины этой серии давно известны, но в Украине недавно они также себя неплохо проявили. Все роботизированные машины создаются на базе танков Т-72Б3. Боевые машины комплекса Штурм будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств, в том числе защиту верхней полусферы. Машину оснастят укороченным гладкоствольным орудием калибра 125 мм, так как это решение лучше всего подходит для боевых действий в городе. Разработкой проекта занимается Уралвагонзавод. В Штурме используется значительное количество средств автоматизации танка Т-14 Армата. На нем и хотели изначально создать робота, но позже было принято решение, что основой для нового робота-танка станет более дешевая платформа танка Т-72Б3. Проект Штурм состоит из четырех типов боевых машин. Первый тип представляет собой танк, в котором установлена 125 мм пушка с укороченным стволом. Второй – боевой робот огневой поддержки с ракетами или системой типа Шмель-М. Это реактивный пехотный огнемет с термобарической боевой частью. Третий тип – машина огневой поддержки Терминатор с двумя 30-мм пушками. Роботизированное подразделение будет управляться командирскими машинами, которые также создаются на основе Т-72. Роботизированные машины будут оснащены средствами навигации и самостоятельной ориентации. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр, мы осветим все.